Приветствую вас. Ну, давайте для начала с вами подумаем, от чего нам вообще отталкиваться. То есть, ну вот, есть такие мужчины плохие. Которые, кроме секса, ничего больше не хотят, да? Есть вы, которые, ну, значит, как бы являетесь жертвой. А, значит, в этой ситуации. Что же нам делать? Ну вот, считать всех мужчин хамами, считать всех мужчин озабоченными? Нет, ну, кто-то, может быть, конечно, и озабочен. Это безусловно. Кто-то. Но далеко не все. Поэтому можно ли говорить о том, что все мужчины такие? Хороший вопрос. Правда? Очень хороший вопрос. Готовы ли вы? Готовы ли вы? Готовы ли вы считать всех мужчин, ну, собственно, вот, под ним я озабочен? Если вы не готовы считать всех мужчин озабоченными, то в таком случае, в чем же дело? В чем же дело тогда, тогда, если не все мужчины озабочены, и тогда волей-неволей появляется мысль, а может быть, вы что-то делаете? Может быть, вы как-то себя ведете? Может быть, вы что-то делаете? Почему мужчины видят в вас объект сексуального желания своего? Почему мужчины видят в вас только такой объект и никакой больше? Почему? Неужели только в них дело? И ответ, и я бы хотел, чтобы вы подумали над таким важным вопросом. Вы хотите узнать что-то про мужчин? Или вы хотите узнать что-то про себя? Про себя мы можем вам рассказать. Ну, именно про себя. А вот про других мужчин вряд ли. Знаете, если вот есть такое знание в психологии, что, если женщина притягивает к себе и лишнее количество мужского внимания, то, значит, дело здесь в родителях. В родителях этой самой женщины. Почему? Потому что кто-то научил вас видеть именно сексуальную подоплеку в поведении мужчин. А почему так произошло? Из-за чего так случилось? Почему вы обращаете внимание именно на сексуальные проявления? Для мужчин это нормально. проявлять подобное. Абсолютно. Вообще, для мужчины это вполне себе здоровая реакция мышка. Ее нужно грамотно принять. Ну, или лучше сказать, может быть, желательно грамотно принять. и адекватно направить. И адекватно направить. Понимаете? То есть, нет ничего плохого в том, что мужчина проявляет к вам подобное внимание. Плохого нет ничего. По-оборот, это говорит потом, что вы привлекательны для него. Но, возможно, возможно, не стоит уделять этому много времени. и тогда само по себе это уйдет. Но вы не можете вы не можете это сделать. и мой вопрос заключается в том, почему? почему вы обращаете внимание на это? Почему вы воспринимаете это всерьез? Так. из-за чего вы воспринимаете это всерьез? Что заставляет вас воспринимать это всерьез? Вот что важно. Понимаете? Вы говорите, никто не видит сердце и душу. Понимаю. А вам, наверное, чтобы увидели сердце и душу? Ну, вероятно. А что вы сделали для того, чтобы ваше сердце ваши сердце и душу увидели? Что вы сделали для этого? ну, вы старались как-то вы делали что-то для этого? Или вы считаете, что сердце и душа проявляются тогда, когда вы отрицаете здоровую и, в общем-то, импонирующую вам модель поведения мышц, которая вас задевает. Понимаете? С психологической точки зрения интересует в первую очередь именно то, почему вас это задевает. из-за чего вас это задевает? Что именно в этом вас задевает? Я вам верю. Верю, что вы не опровоцируете. Правда, верю. Но также я верю в то, что говорят факты. А факты говорят, что да, вы не провоцируете, но при этом все равно получается то, что получается. И у этого также есть причина. и если вы захотите, то эти причины можно будет проработать, выявить, подкорректировать, сделать так, чтобы они вас больше не беспокоили. Ну, а если вы ищите ответов про о мужчин, почему они так себя ведут и так далее, то именно в вашей жизни вряд ли что-либо изменится. Нет, ну, я вам отвечу. Конечно, конечно. я отвечу вам и на этот вопрос тоже. А мужчине, который не стесняется проявлять к вам свой сексуальный интерес, либо видит в вас доступную женщину, либо просто напросто, как и сказал мой коллега, не совсем обладают культурными сенсами. И это их крест. И это их проблема. Но вы такое впечатление, что вы играете в игру, которая называется Насилуют. Вот. Подумайте. А точнее даже не подумайте, а почитайте про эту игру. У нее есть степень у этой игры. первая, вторая, третья. Знаете ли вы в ней себя? А если вы играете в эту игру, то зачем? Для чего вы играете в эту игру? с какой целью вы играете в эту игру? Цель, кстати, у игры есть. И выгода у игры есть. Даже. Вопрос в другом. Вопрос в том, захотите ли вы увидеть то, ради чего вы в эту игру играете. На мой взгляд, это самый главный вопрос. у вас. И, быть может, если вы увидите, что играете, а за игрой вы увидите свой сценарий, сценарное поведение, да, то, может быть, это поможет вам сделать так, чтобы таких ситуаций больше не постарялось. на этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!